Числовые и алгебраические выражения Мы обратим свое внимание, как она отражена в открытой части ОГЭ Данная тема встречается в заданиях ОГЭ номер 21 Для начала вспомним, какие правила нам помогают преобразовывать алгебраические выражения Это и правила арифметических действий с дробями и дробными выражениями Это и свойства степени с целым показателем Это формулы сокращенного умножения И, конечно же, свойства арифметического квадратного корня Рассмотрим первое задание Первое задание возьмем не слишком сложно Разложите на множители Представлен многочлен Воспользуемся методом группировки Разобьем на две группы В каждой группе вынесем общий множитель за скобки В результате получаем выражение У минус 1 умноженное на разность х в квадрате минус 1 Но во второй скобке, как вы можете заметить, стоит формула сокращенного умножения А значит окончательный ответ получается следующий Первая скобка у минус 1 умножается на вторую скобку х минус 1 И на третью скобку х плюс 1 Рассмотрим второе задание Сократите дробь Посмотрите, вот она на слайде Разложим числитель на множители, используя метод группировки Заметьте, числитель дроби похож на наше предыдущее задание Применяя метод группировки, получаем х плюс 2 Первый множитель Второй х в квадрате минус 9 Заметим, что во второй скобке по-прежнему стоит формула сокращенного умножения А значит ее тоже можно представить в виде двух скобок Что нам осталось сделать? Сократить множители х плюс 2 Скобочные числители и знаменатели И х минус 3 Ответ х плюс 3 Рассмотрим следующее задание Сократите дробь Вот наша дробь Задание звучит, как и предыдущее Только дробь уже другая Что нам поможет здесь решить задание? Свойства степени Возведем в третью степень выражение Напоминаю, каждый множитель нужно возвести в третью степень Получаем 8а в шестой степени Возведем во вторую степень выражение 3b Получаем 9b во второй степени Также возведем в квадрат выражение, стоящее в знаменателе Получаем 36а в шестой степени, b во второй Посмотрите, как нам повезло Мы можем сократить а в шестой степени и b во второй степени Стоящие в числителе и в знаменателе Получаем дробь 72 тридцать шестых Или просто 2 Ответ 2 Рассмотрим следующее задание Упростите выражение Посмотрите, какое большое выражение нам дано Здесь нам уже понадобится Вспомнить порядок действий в выражениях Первым выполняется деление Выполним первое действие Чтобы разделить дробь на дробь Нужно первую дробь умножить на дробь Обратную, второй Получаем В числителе стоит формула сокращенного умножения Воспользуемся ей 10 можно сократить Потому что 10 стоит у нас и в числителе, и в знаменателе А также можно сократить множитель Скобочный множитель а минус 1 В результате получаем А плюс 1 деленное на А минус 1 Перейдем ко второму действию Здесь нам прямо сказать повезло Нужно вычесть дроби И все дроби с одинаковым знаменателем Для этого знаменатель оставляем тем же А числители будем вычитать После преобразований Получаем следующую дробь 3 минус 3а деленное на А минус 1 В числителе можно вынести общий множитель минус 3 за скобки И тогда скобки А минус 1 получатся и в числителе, и в знаменателе Впоследствии их можно сократить Получим ответ минус 3 Ответ минус 3 Следующее задание Найдите значение выражения Представлено выражение, но еще есть дополнительное условие При том, что А равно 17, а значение буквы С равно 87 В ответ запишите найденное значение Приведем дроби к общему знаменателю В нашем случае общий знаменатель 42АС Не забудем домножить числители первой и третьей дроби на дополнительные множители Посмотрите В результате приведения подобных слагаемых У нас получается следующая дробь 49А умноженное на 6С Деленное на 42АС Что мы можем здесь еще сделать? Сократить А, сократить С 42 и 6 сократить на 6 Внизу остается 7 49 и 7 еще сократить на 7 И получаем ответ минус 7 Таким образом получили, что выражение не зависит от значения переменных Нам даже с вами не пришлось подставлять ни значение переменной А, ни значение переменной С Выражение всегда будет равняться минус 7 Ответ минус 7 Рассмотрим следующее задание Найдите значение выражения Выражение представлено в виде многочлена Если И здесь, в отличие от предыдущего задания Нам даны не значения отдельных переменных А значения опять некоторого выражения Что мы можем сделать? Преобразуем данное нам равенство 7 можно представить в виде дроби 7 первых И тогда применить правило пропорции Получаем следующее равенство 3А минус 6Б плюс 4 равняется 42А минус 21Б плюс 28 Перенесем все слагаемые в одну часть Так что во второй части получился 0 Сравним левую часть выражения, которое у нас получилось С тем выражением, значение которого нам надо найти Замечаем, что оно отличается всего лишь в единичку Добавим к левой и правой части верного равенства, которое мы получили Единичку И получаем, что 39А минус 15Б плюс 25 равняется 1 Таким образом, ответ 1 Рассмотрим следующее задание Найдите значение выражения П от Б деленное на П от 1 деленное на Б Если выражение П от Б задано следующим образом Можно сказать, что нам надо найти отношение двух функций У которых аргументы Б и 1 деленное на Б Но если мы знаем, что подставить в числитель По условию нам это выражение известно То что подставить в знаменатель мы с вами сейчас найдем Найдем выражение П от 1 деленное на Б Для этого в заданном многочлене вместо Б Везде подставим значение 1 деленное на Б Посмотрите, что мы получаем Сравните полученное выражение с тем, что было известно Скобки получились одинаковые, только поменялись местами А это значит, что выражение П от 1 деленное на Б Равняется выражению П от Б Поэтому, когда мы будем находить их отношение Получится, что отношение равняется одному Ответ 1 Перейдем к решению следующего задания Упростите выражение Распишем 5 в степени n плюс 1 Как 5 в первой степени умноженное на 5 в степени n А выражение 5 в степени n минус 1 Как 5 в степени n деленное на 5 Вынесем за скобки общий множитель 5 в степени n Посмотрите, на этом этапе уже можно сократить дробь на 5 в степени n Получаем 5 минус 1 пятое в числителе деленное на 2 Ну а дальше можно уже решить любым удобным для вас способом Можно домножить на 5 числитель и знаменатель 25 минус 1 Получается 24 И 2 домножить на 5 Получается 10 24 десятых То есть 2,4 Ответ 2,4 На этом наш урок Заканчиваем Сегодня мы с вами посмотрели, как тема числовые и алгебраические выражения Отражена в открытой части КИМ ОГЭ То есть в заданиях номер 21 А вашим домашним заданием будет следующее По учебнику автора Макарычева Повторить теорию со страницы 254-259 Решить номер 910 А также не забывайте решать задания ОГЭ под номером 21 Спасибо за внимание и успехов вам в подготовке к экзаменам Добрый день, девятиклассники! Сегодня мы с вами продолжим цикл уроков По повторению ранее изученного материала В рамках подготовки к основному государственному экзамену Тема нашего урока Дефисное написание слов Сегодня мы с вами повторим условия написания дефиса В именах существительных и прилагательных Обратите внимание Перед вами задание 5 Второй части основного государственного экзамена Которая предполагает орфографический анализ Вам необходимо выбрать варианты ответов Которые будут полностью соответствовать всем указанным условиям Для того, чтобы справиться с данным заданием Обратимся к теории Итак, через дефис пишутся имена существительные Имеющие значение одного слова И состоящие из двух самостоятельно употребляющихся существительных Соединенных без помощи соединительных гласных Например, кафе-ресторан Генерал-майор Диван-кровать Названия промежуточных стран цвета Как русские, так и иноязычные Например, северо-восток Норд-ост Сочетание слов Имеющие значение существительных Если в состав таких сочетаний входят союзы или предлоги Например, Ростов-на-Дону Иван-да-Марья Составные фамилии Образованы из двух личных наименований Мамин-Сибиряк Салтыков-Щедрин Слова с приставкой пол С последующим родительным падежом существительного Если это существительное Начинается с гласной буквы С согласной Л Или с последующим именем собственным Например, пол лимона Пол азии Пол апельсина Также через дефис Пишутся слова Первой составной частью которых Являются иноязычные элементы Обер Унтер Лейб Штаб Вице Экс Например Штаб Квартира Вице Президент Экс Чемпион Но теперь перейдем к именам прилагательным Дефис в прилагательных пишется в образованных от существительных Пишущихся через дефис То есть если существительное было написано через дефис То и прилагательное образованное от него будет писаться через дефис Например Северо-восточный Потому что от севера восток Экс Чемпионский Потому что от экс Чемпион Через дефис пишутся прилагательные образованные из двух или более основ Обозначающих равноправные понятия То есть между ними можно вставить сочинительный союз И Например Англо-японский словарь То есть словарь И английский И японский Синий-бело-красный флаг Флаг И синий И белый И красный А также через дефис Пишутся прилагательные обозначающие оттенки цветов Темно-синий Или золотисто-желтый Ну а теперь теорию повторили И вернемся к заданию пятому второй части основного государственного экзамена И разберем каждый из вариантов подробно и очень летально Повернули на юго-восток Сложные имена прилагательные образованные повторением слов пишутся через дефис Итак, нам даны три условия Это имя прилагательное Второе образованное повторением слов и третье пишется через дефис Начнем с первого условия Юго-восток Кто-что Это имя существительное А значит данный вариант ответа не является правильным Перейдем ко второму варианту Отрезать пол лимона Слова, начинающиеся с L, пишутся с пол через дефис И действительно мы с вами повторили Это соответствует правилу Через дефис приставка пол пишется существительными, начинающимися с L А значит вариант правильный Третье задание Съел пол ягодки Слова с пол всегда пишутся через дефис И вот условия в данном случае всегда не соответствуют действительности Потому что мы еще раз проговорили, есть только три случая, когда пол пишется через дефис А значит данный вариант не является правильным Задание четвертое Шарф нежно-розовый Сложные имена прилагательные, обозначающие оттенки цветов, пишутся через дефис Вновь смотрим три условия Это имя прилагательное, обозначает оттенок цвета и пишется через дефис Нежно-розовый Какой? Это действительно имя прилагательное Первое условие соблюдено Обозначает оттенок цвета, это действительно так, и пишется через дефис Тоже соответствует действительности, а значит все условия соблюдены И этот вариант ответа нам подходит Ну и разберем пятое. Давайте еще раз повторим и закрепим. Необходимо раскрыть скобки и объяснить написание. Лето едва хватило на беглый обход зеленого юго-востока. Юго-восток – существительное, обозначающее промежуточную часть света, а значит, пишем через дефис. По небу из голубо-темному, как будто исполинскую кистью, наляпаны были широкие полосы золота. Из голубо-темному – сложное прилагательное, обозначает оттенок цвета, а значит, пишем через дефис. Он, да еще вице-губернатор. Существительные с иноязычным элементом вице пишутся через дефис. В школе успешно прошел шахматно-шашечный турнир. Итак, размышляем. Турнир и шахматный, и шашечный, а значит, между частями слова мы можем вставить сочинительный союз «и», а следовательно, пишем прилагательное через дефис. Пришлось мне исходить «пол России», и вновь приставка «пол». Вспоминаем вновь, что «пол» пишется через дефис, с существительными, которые начинаются с «л» – гласной, либо с собственным существительным. «Россия» – имя собственное, а следовательно, «пол России» напишем через дефис. Дома я предлагаю вам закрепить повторенные сегодня орфограммы. Для этого перепишите слова, раскрывая скобки и объясняя написание. Делаем таким образом. Серо-синий – оттенок цвета, пишем через дефис. Зеленовато-серый – оттенок цвета, пишем через дефис. Серебристо-белый – также оттенок цвета, и пишем через дефис. Кроме того, дополнительно предлагаю вам составить словарный диктант из 15-20 слов на изученную сегодня орфограмму. Итак, сегодня мы с вами повторили условия дефисного написания сложных существительных и прилагательных. Желаю вам всем удачи, успеха и верю, у вас обязательно все получится. До свидания. Здравствуйте. Тема нашего урока – социальные права. Сегодня мы вспомним, какие права можно отнести к социальным, узнаем, какое государство называется социальным и определим основные направления социальной политики нашей страны. Глава 2 Конституции Российской Федерации полностью посвящена правам и свободам человека и гражданина. Их можно отнести к группам – гражданские, то есть личные, политические, экономические, социальные и культурные. Социальные права человека неразрывно связаны с экономическими, поэтому очень часто их объединяет в одну группу – социально-экономических прав. К ним можно отнести право на труд и на отдых, право на материнство и детство, право на социальное обеспечение и жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование. Социальное положение человека в современном обществе в решающей мере зависит от него самого. Важное значение имеет полученное образование, приобретенная специальность, умение гибко реагировать на социальные изменения, овладеть при необходимости новой профессией и многое другое. Все это определяет социальный статус личности, который во многом достигается самим человеком. Но немаловажную роль играют и те общественные условия, в которых людям приходится действовать, а также политика государства в социальной сфере. Государство, которое проводит активную социальную политику, направленную на обеспечение достойной жизни и свободного развития человека, на защиту социальных прав, на предотвращение и успешное разрешение социальных конфликтов, называется социальным. В статье 7 Конституции РФ указывается, что Россия – социальное государство. Такое государство призвано охранять труд и здоровье людей, устанавливать гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивать государственную поддержку семьи, материнства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивать систему социальных служб, устанавливать государственные пенсии и пособия. Необходимым условием выполнения социальных задач является развитие экономики, подъем производства и совершенствование налоговой системы. Но есть и другие резервы, они связаны с продуманной политикой государства в социальной сфере. Рассмотрим одно из социальных прав – право на жилище. В Конституции РФ, статье 40, сказано, каждый имеет право на жилище. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Мало имущим гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленным законодательством. Более конкретно роль государства раскрывается в ЖК РФ. Государство использует бюджетные средства для улучшения жилищных условий граждан, стимулирует жилищное строительство и обеспечивает контроль за исполнением жилищного законодательства. Одним из основных способов обретения права собственности на жилье в 1990-е годы стала приватизация жилого помещения, оформив соответствующие документы и оплатив необходимый налог, люди становились собственниками жилья, полученного в свое время от государства. Несмотря на масштабное жилищное строительство, на сегодняшний день жилищная проблема продолжает оставаться острой. Помочь в решении этой проблемы может ипотечное кредитование. Ипотека – это залог недвижимого имущества для получения суды. Соответственно, ипотечный кредит – это денежное судо, выдаваемое банком под залог недвижимости. В федеральном законе об ипотеке указано имущество, которое может стать предметом ипотеки. Это земельные участки, жилые дома, квартиры и их части, дачи, садовые дома, гаражи. Но кроме этого, это могут быть предприятия. Право на социальное обеспечение также является социальной гарантией государства. Современное общество не может не создавать социальных механизмов поддержки и защиты людей в случаях болезни, потери работы, потери кормильца, инвалидности по достижении определенного возраста. К таким механизмам относятся специально создаваемые фонды, а также закрепляемые в законах правила и формы предоставления социального обеспечения. Право на социальное обеспечение гарантирует и наша Конституция. Рассмотрим пенсионное обеспечение. В нашей стране оно включает социальные пенсии и трудовые. Социальные предоставляются государством по достижении гражданами определенного возраста, независимо от величины его трудового стажа. Трудовая выплачивается с учетом размера страхового взноса и трудового стажа работника. В законе о трудовых пенсиях в Российской Федерации в соответствии с проведенной пенсионной реформой указывается, что право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие 65 лет, и женщины, достигшие 60 лет. При этом их страховой стаж должен быть не менее 5 лет. Пенсионный фонд – это самостоятельная кредитно-финансовая организация. Его бюджет независим от государственного и его денежные средства не подлежат изъятию. Все работодатели должны вносить в него определенные суммы за каждого работника в зависимости от его заработной платы. В формировании этого фонда участвует и государство в финансировании выплат социальных пенсий, пенсии и пособий военнослужащим и некоторым другим категориям граждан. Еще одной социальной защитой является защита здоровья. Здоровье людей – одна из высших ценностей общества, поэтому в законодательстве многих стран предусмотрено право на охрану здоровья. В нашей Конституции указано, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных, муниципальных учреждениях здравоохранения предоставляется гражданам бесплатно за счет средств, соответствующих страховых взносов и других поступлений. Правовые основы медицинского страхования отражены в законе о медицинском страховании граждан Российской Федерации. Его цель – гарантировать в случае необходимости получение человеком медицинской помощи за счет накопленных средств. Для работающих страхователями выступают организации, для тех, кто не работает – органы государственной власти и местного самоуправления. После заключения договора медицинского страхования человек получает страховой медицинский полис. Этот документ гарантирует ему получение медицинской помощи при диагностике и лечении большинства известных заболеваний. Кроме того, законом предусмотрены сферы медицины, которые финансируются государством. Это означает, что помощь здесь должна быть оказана любому на бесплатной основе. В частности, это скорая медицинская помощь, психиатрия и работа станции переливания крови. Помимо обязательного медицинского страхования, существует и добровольное страхование, которое обеспечивает людям получение дополнительных медицинских услуг. Подведем итоги. Сегодня мы вспомнили с вами, какие права человека можно отнести к социальным. Это право на труд и на отдых, право на материнство и детство, право на социальное обеспечение, право на жилище, на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование. Мы выяснили с вами, какое государство можно назвать социальным. Прежде всего, это государство, которое проводит активную социальную политику, направленную на обеспечение достойной жизни и свободного развития человека, на защиту его социальных прав, на предотвращение и успешное решение социальных конфликтов. Мы определились с вами с основными направлениями социальной политики Российской Федерации. Государство охраняет труд и здоровье людей, устанавливает гарантирный минимальный размер оплаты труда, обеспечивает государственную поддержку семье, материнству и детству, поддерживает инвалидов и пожилых граждан, развивает систему социальных служб, устанавливает государственные пенсии и пособия. Для закрепления сегодняшнего материала я предлагаю вам выполнить домашнее задание. Изучите параграф 21 учебника Обществознания 9 класс Боголюбова, выучите основные понятия, выполните задание в классе и дома. Желаю удачи! До свидания! Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Тема нашего сегодняшнего занятия по химии звучит так – щелочноземельные металлы и их соединения. Давайте с вами обратимся к периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, а точнее рассмотрим с вами вторую группу, главную подгруппу, в которой располагаются такие химические элементы, как бериллий, магний и щелочноземельные металлы, к которым можно отнестись кальций, стронций, барий и радий. Ребята, давайте вспомним с вами, что характерно для металлов. Для металлов характерно небольшое количество электронов валентных на внешнем энергетическом уровне. Если мы рассмотрим щелочные металлы, то мы увидим, что количество энергетических уровней от бериллия к радио возрастает, а количество валентных электронов остается равно двум. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что данные металлы проявляют валентность, равную двум. Степень окисления в соединениях равна плюс два. Степень окисления в простых веществах равна нулю. Теперь если рассмотреть изменения металлических, неметаллических свойств, значение электроотрицательности, уменьшение или увеличение атомного радиуса, то мы увидим, что от бериллия к радиусу увеличивается атомный радиус. Это прежде всего связано с тем, что идет увеличение количества энергетических уровней. Щелочноземельные металлы – это типичные металлы. Они являются восстановителями. Дальше. Если рассмотреть изменения металлических свойств, то металлические свойства сверху вниз увеличиваются. Неметаллические свойства соответственно уменьшаются. Значение электроотрицательности тоже уменьшается. Давайте рассмотрим это подробнее. С увеличением порядкового номера увеличивается заряд ядра атомов данных химических элементов. Как я уже сказала, количество валентных электронов остается постоянным равных двум. Конечно, возможно заучить изменения металлических свойств радиуса атома, но желательно ориентироваться в этой теме. Мы видим, что, допустим, у бария энергетических уровней 6. То есть это говорит о том, что его валентные электроны по сравнению с магнием находятся на более дальнем от ядра энергетическом уровне. Соответственно, атом бария будет легче отдавать свои валентные электроны, чем тот же самый магний. Это свидетельствует о его большей реакционной способности. Давайте еще раз посмотрим. Радиус атома от бериллия к радию увеличивается. Металлические свойства также увеличиваются. Восстановительные свойства увеличиваются. Ребята, а сейчас на слайде будет выведена информация, которую я вам рекомендую запомнить. От бериллия к радиусу сверху вниз в периодической системе происходит увеличение атомного радиуса металлических основных восстановительных свойств реакционная способность. При этом идет уменьшение электроотрицательности. Поскольку самым электроотрицательным элементом, насколько вы знаете, является фтор, менее электроотрицательным, то есть с низким значением электроотрицательности, является Франция. Давайте рассмотрим с вами физические свойства щелочноземельных металлов. К щелочноземельным металлам, я обращаю ваше внимание, относятся кальций, стронций, барий, радиоактивный металл. Что они из себя представляют? Это твердые вещества серебристо-белого цвета, имеют металлическую кристаллическую решетку, что в свою очередь отражается на достаточно хорошей электротеплопроводности данных элементов. А теперь давайте в частности рассмотрим. Кальций. Кальций – это серебристо-белый металл, на воздухе быстро взаимодействуют с кислородом воздуха, в связи с чем его хранят под слоем керосина. Стронций – мягкий серебристо-белый металл, обладает ковкостью, пластичностью, легко режется ножом. Барий. Серебристо-белый ковкий металл при резком ударе раскаливается, хранят его под слоем керосина, точно так же, как стронций и кальций. Если мы рассмотрим изменение плотности данных веществ, то наивысшая плотность будет у бария, наименьшая плотность будет у кальция. Ребята, щелочноземельные металлы в природе находятся в основном в виде солей, в виде минеральных солей. Это связано все-таки с их достаточно высокой реакционной способностью. Они представлены такими минералами, как доломит – это кальций-СО3 на магний-СО3, магнезит – магний-СО3, кальцит – кальций-СО3, барит – барий-СО4. Ребята, сейчас я предлагаю вам рассмотреть способы получения бериллия магния из щелочноземельных металлов. Бериллий получают восстановлением его фторида, требуется для этого нагревания. Магний, кальций, стронций получают электролизом расплава солей, чаще всего хлоридом. Посмотрите, здесь представлено уравнение реакции электролиза, получение кальция из хлорида кальция. Сейчас я предлагаю вам ознакомиться с основными химическими свойствами щелочноземельных металлов. Это прежде всего реакция с водой. Кальций, барий, стронций очень хорошо взаимодействуют с водой. В обычных условиях поверхность бериллия и магния покрыты инертной оксидной пленкой. Бериллий не взаимодействует с водой. Магний взаимодействует при нагревании. При этом образуется оксид магния и выделяется водород. В отличие от них, кальций, стронций и барий растворяются в воде с образованием щелочей. Давайте вспомним, что такое щелочи. Щелочи – это водорастворимые основания. Посмотрите внимательно. Кальций взаимодействует с водой, образуется гидроксид кальция и выделяется водород. Следующую реакцию, которую необходимо рассмотреть, это реакция с кислородом. Все металлы образуют оксиды состава РО. Почему РО? Потому что металлы второй группы, щелочноземельные металлы, в частности, проявляют валентность равные 2. Магний при взаимодействии с кислородом при нагревании до 600 градусов образует оксид магния. Барий при взаимодействии с кислородом образует и оксид, и пероксид. Обычно это смесь различных веществ. Реакции с неметаллами. Как типичные металлы, щелочноземельные реагируют с неметаллами. Исключение составляет бериллий. Бериллий проявляет амфотерные свойства. При взаимодействии бериллия с хлором получается хлорид бериллия, это галогенид. Барий, на данном слайде представлено, взаимодействует с серой, образуется сульфид. Магний взаимодействует с азотом, с образованием нитридов. Я хочу отметить, что бинарные соединения, те, которые состоят из двух химических элементов, имеют суффикс «ид» в своем названии. Кальций взаимодействует с водородом, с образованием гидрида. Кальций, представленный, взаимодействует с углеродом, образуется карбид. Кальция, барий взаимодействует с фосфором, получается фосфит барий. А бериллий и магний сравнительно медленно реагируют с неметаллами. Это связано с тем, что они по своим свойствам значительно отличаются от щелочноземельного, от кальция, от стронция, от бария. Если мы рассматриваем бериллий, то у него больше общих свойств с его соседом алюминием. Давайте рассмотрим дальше. Реакции с кислотами. Кальций способен взаимодействовать с соляной кислотой, при этом вытесняется водород. Вы помните, что химические элементы, которые находятся в ряду активности до водорода, способны вытеснять водород из кислот. Магний будет взаимодействовать с разбавленной кислотой и тоже будет выделяться водород. Образуется сульфат магния и выделяется водород. Конечно же, реакции данных химических элементов с концентрированными кислотами идут немножко по-другому. И вы рассматривали это свойство, когда изучали тему окислительные особенности азотной кислоты, окислительные особенности серной кислоты. Там образуется, насколько вы помните, соль, газ, определенный в зависимости от активности металлов, и вода. Дальше. Берилий растворяется в водных растворах щелочи. Ребята, и здесь мы видим особенность берилия. Берилий может взаимодействовать с щелочами, при этом проявляя свои амфотерные свойства. И в данном случае у нас образуются соединения тетра, гидрокса, берилат, натрия. И выделяется водород. Кальций, стронций и барий способны окрашивать пламя в определенные цвета. Соединения кальция окрашивают пламя в кирпично-красный цвет, стронций в карминово-красный, а барий в желтовато-зеленый. Теперь давайте рассмотрим с вами оксиды щелочноземельных металлов. Оксиды щелочноземельных металлов имеют общую формулу, еще раз, РО. Например, магнио, кальцио, барийо. Так как у нас данные химические элементы проявляют постоянную эвалентность, то оксиды этих металлов будут называться оксид магния, оксид кальция, оксид бария. Как получают оксиды щелочноземельных металлов? Получают первый способ. Это разложение карбонатов. Разложение. Не все карбонаты разлагаются, насколько вы знаете. Разлагаются хорошо. Карбонаты нерастворимы. Из растворимых подлежат разложению карбонат лития и карбонат аммония. Дальше. Разложением нитрата тоже можно получить соответствующие оксиды щелочноземельных металлов. В данном случае мы рассматриваем разложение нитрата кальция. Образуется оксид кальция, кислород и оксид азота-4. Бурый газ. По-другому его называют лисий хвост. Ребята, нитраты тоже разлагаются не все по такому принципу. Нитраты активных металлов разлагаются с образованием нитритов. Нитраты неактивных металлов, таких как серебро, разлагаются с образованием металла, с образованием оксида азота-4 и кислорода. Давайте рассмотрим химические свойства оксидов щелочноземельных металлов. Для них характерны типичные свойства основных оксидов. Какие это свойства? Это реакции с кислотами и кислотными оксидами. На данном слайде представлено уравнение взаимодействия оксида бария с соляной кислотой, в результате чего образуется хлорид бария и выделяется вода. Оксид кальция взаимодействует с серной кислотой, которая является сильной кислотой, образуется сульфат кальция и вода. Также взаимодействие представлено в данном уравнении реакции основного оксида с типичным кислотным оксидом. В результате образуется карбонат кальция. Следующее уравнение реакции – это реакции с водой. Действительно, многие оксиды щелочноземельных металлов очень хорошо взаимодействуют с водой. К примеру, кальций при взаимодействии с водой нам дает гидроксид кальция, магний О при взаимодействии с водой дает гидроксид, магния реакция протекает медленно. Если мы будем рассматривать оксид бария, то он будет достаточно активно взаимодействовать с водой, будет образовываться гидроксид бария, который является щелочью. Щелочь – это водорастворимые основания. Амфотерный оксид бериллия. Мы его рассматриваем в данной теме поверхностно. Оксид бериллия проявляет свойства. Он взаимодействует с кислотами и взаимодействует с щелочами. При взаимодействии с кислотами реакция идет по обменному механизму, образуется слабо диссоциирующее вещество – вода и хлорид бериллия. При взаимодействии с щелочью водный раствор используется, образуется тетрагидроксобирилат натрия. Если реакция происходит при высоких температурах в расплаве, то комплексная соль не образуется, так как происходит испарение воды. Вот вы можете просмотреть данные уравнения реакции. Образуется берилат натрия. Ребята, обратите внимание на домашнее задание. Вам предлагается сделать домашнее задание номер 1, 4 письменно, на странице 158. На этом урок наш закончен. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин